Здравствуйте! В эфире национального телевизия Чувашии информационная программа «Республика» в студии Елизавета Хмелева. Сегодня глава Чувашии вновь встречался с жителями республики. Менее чем за час Михаил Игнатьев успел принять пять обращений. Подробности далее. Здание детского сада в городе Алатарь уже давно рискует попасть под гусеницу бульдозера. Оно было возведено более 60 лет назад, и сейчас ему не помочь даже капитальным ремонтом. Недавно туда с проверкой нагрянули и инспекторы Роспотребнадзора. Выявили множество нарушений, устранить которые невозможно. В прошлом году местные власти пообещали начать строительство нового детского сада. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Ускорить процесс жители города попросили Михаила Игнатьева. Если бы садик был современный, многие дети из других садов ходили бы к нам. То есть у нас родители есть такие, которые вынуждены вводить детей в другие районы, в другие сады, потому что вот у нас такой садик. И несмотря на это, и то там более 140 детей. На 2014 год мы включаем, скорректируем, актуализируем. Тем более вы знаете, что и поручение президента России, испанин Анатольевича Путина, и вчера Дмитрий Анатольевича тоже недели отчеркнулся на нас с нами. С государством Дома Российской Федерации, с федерального бюджета тоже мы ожидаем поступления дополнительных средств. Житель Козловского района Сергей Челдриков тоже мечтает улучшить, но свои жилищные условия. Как сирота, он стоит в очереди на получение новой квартиры. В заветных квадратных метрах мужчина ждет долго, пока ему приходится ютиться в одном доме вместе с бабушкой и дедушкой. Его проблему глава республики взял на контроль. Переселиться Сергей должен в новостройку, которую сейчас возводят в районе. На карандаш Михаил Игнатьев взял и обращение семьи Козиных из Комсомольского района. В их доме подрастает двое сыновей. На попеченье они планируют взять еще троих детей. Для этого супруги проходят обучение в школе приемных родителей. Главу республики они попросили решить транспортный вопрос. Семье нужен микроавтобус, чтобы всем вместе ездить на мероприятия.